Кинорежиссер Никита Михалков в тяжелом состоянии. Находится в реанимации ковидного госпиталя с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония. Об этом написал в пятницу телеграм-канал Мэш. Как утверждают авторы канала, 77-летний режиссер почувствовал себя плохо за два дня до госпитализации. Скорую помощь он вызвал сам. Михалков жаловался на одышку, кашель и высокую температуру. Вначале он был госпитализирован в одну из московских клиник, а затем, по данным другого телеграм-канала БАЗа, в тяжелом состоянии переведен в реанимацию ковидного госпиталя. Ранее пресс-секретарь кинорежиссера Ирина Мячина утверждала, что у него диагностирован грипп. Сейчас народный артист Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации. Режиссер принял поздравления с Рождеством от родных и близких. Посещения Михалкова запрещены, больницы закрыты на карантин. Однако врачи передавали артисту поздравления с Рождеством от родных. Стояние режиссера остается без изменений. Он находится в сознании, наблюдается положительная динамика. Собчак прокомментировала болезнь Михалкова. Ксения Собчак считает, что Никита Михалков единственный из всех деятелей культуры имеет многолетний прямой доступ к телу Владимира Путина. Журналистка заверила, что желает Михалкову здоровья и долгих лет жизни. Она отметила, что знаменитый режиссер является главным посредником между президентом Российской Федерации и деятелями культуры. Для Путина, который раньше-то был занят более важными, по его мнению, делами, чем культура, а сейчас так и вообще, Михалков и был культурой. От него он получал все новости этой сферы, написала Собчак в своем микроблоге.